Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1379. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Вопрос 233. Как узнать, куда попала душа близкого человека после смерти? Отвечает Амбросий Юрасов. После смерти родственника обычно близкие хотят знать, какова участь его души. Особенно женщин это интересует. Это желание знает дьявол, и он может показать умершего человека в хорошем состоянии, в белых одеждах, может утешить. Святые Отцы строжайше запрещают желать видеть во сне умершего. Это нам не полезно знать. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. И далее обычные сны кого-то, где-то, когда-то, но эти сны уже канонизированы, они уже на уровне и чуть выше Библии, к ним не прибавить и не отнять от них. Не имея ни одного доказательства из Библии, батюшка, как самая простая бабушка, начинает рассказывать сны. Этому научаются молодые, как они молились за умершего и как они видели поэтапно их восхождение из-за да в рай. Когда речь зашла о душах людей, Господь ответил на все века всем любителям жить по собственным мыслям, домыслам, софизмам. Евангелие от Матфея 22.29. Иисус сказал им в ответ, заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. В Библии нет даже зачаточного микронного намека на то, что участь того, кто жил не по Слову Божию и не уверовал во Христа как в своего Спасителя, кто не омыт был кровью Христовой, что участь такого может быть изменена верующими. Говорится, Духом Святым совершенно противоположное. Евангелие от Иоанна 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Лука 16.22.30. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, воззапив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, твое, Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Экклесиаст 11.3 «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Откровение 20.12 «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». «Если признать все амвросевские бредни истинными, тогда верить нельзя Богу, который открывает нам совершенно другое». 1 Иоанна 5.10 «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самому. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». «Да встряхнитесь же вы, наконец, батюшки, сбросьте с себя чары лжеправославия, ибо подавляющее большинство священников православной веры вообще не знают. «Помощь умершим может быть только тем, кто жил как раб Христов. Вы же эти слова и поете над усопшим. Не вторгайтесь умом в то, что скрыто от нас. Все это есть дымное надмене мира». Колоссянам 2.18 «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». В ответе на 235 вопрос вы пишете «Человек постепенно из одного слоя ада переходит в другой. И по усиленной молитве церкви эта душа может быть избавлена от адских мук». Все под сомнением, потому что нет у вас на это никакой определенной таксы. И вы толком ничего не обещаете. А у католиков это намного лучше. За любой грех можно рассчитаться и, в кавычках, вывести душу из ада. Тебя призвал на брань святую. Тебя Господь наш полюбил. Тебе дал силу роковую. Да сокрушишь ты волю злую слепых, безумных, диких сил. С душой, колено преклоненной, с головы, лежащую в пыли, Молись, моли твою смиренной, и раны совести растленной, или им плача исцели. И встань потом, верна призванию, и бросься в пыл кровавых сечь. Борись за братьев крепкой бранью, держись, тяк Божий крепкой дланью, Рази мечом, то Божий меч 1854 год Алексей Степанович Хомяков Годы жизни С 1804 по 1860 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин